Всем привет дорогие друзья, вы на канале LinHustle и сегодняшний ролик будет посвящен бату Majors, когда у него airdrop, сколько будет стоить токен, все это мы обсудим, какое у него будет применение, то есть как бы я просто скооперировал в одно место все новости, которые администрация публиковала, отдельно админ публиковал, слухи которые ходят и так далее, и сегодня мы обо всем этом поговорим. Но давайте перед началом ролика соберем комбо в Majors и все комбо каждый день с самого утра можете найти в канале LH нижнее подчеркивание комбо, можете вбить в поиск телеги, либо же перейти по QR коду, либо же скопировать айдишник из описания, поскольку ссылки я пока размещать к сожалению не могу. Итак давайте введем комбо, так значит вот этот Павел Дуров, вот этот Павел Дуров, Павел Дуров который не очень на себя похож и вот этот, все теперь чекаем, плюс 5000, отлично, все на этом мы завершили, у меня кстати 2.4 баланс, в целом неплохо я считаю, потому что играю я давненько, очень давненько, где-то с начала июля, почти сразу в общем как он появился, но в начале конечно кто помнит был абсолютно другой концепт. В начале концепт был в тупо приглашении друзей, не было вообще никаких там рулеток, вот этих вот мини игр, которые мы видим сейчас, сейчас конечно с этим намного проще для обычных игроков, куча заданий есть и так далее, изменили 100 раз дизайн, раньше конечно было вообще по другому. Ну что ж, давайте начнем по порядку, вот на рабочий стол себе закинул файлы некоторые и сейчас мы их будем по порядку рассматривать, давайте вот сделаю на весь экран и вот так приближу. Значит, что мы видим, что администратор, вот Роксмен, это канал разработчика, он объявил, что в ноябре состоится листинг. Да, именно в ноябре, хотя все думали, что в октябре, потому что еще в сентябре он писал, что в октябре мы начнем обратный отчет и видим этот обратный отчет, отчет будет длиться целый месяц. Ну что ж, если учесть, что бот появился в июле, то есть в шестом месяце, а сейчас идет десятый, то в целом прошло не так много времени, всего будет он получается пять месяцев, в среднем для таплок это и есть тот срок жизни, тот срок сезонов, который и обычно есть, поэтому ничего в этом такого нет. Тот же NotCoin полгода там все они это делали и никто не возмущался, все были только рады, поэтому никаких претензий к сроку я не вижу, адекватный срок, к тому же игроки, даже сейчас зайдет, могут спокойно набить там миллион звезд, полмиллиона, где-то так вообще изи. Итак, в ноябре он пишет, что будет Airdrop, в следующем месяце, да, получается, опять же никаких дат не уточняется, потому что 30 ноября, это тоже ноябрь, но если учесть, что 30 ноября будет через два месяца, а 1 ноября будет меньше, чем через месяц, то делайте выводы сами. Такое, знаете, игра такими понятиями, это довольно все сложно. Итак, также он пишет, что очень какой-то будет жесткий бонус для тех, у кого номера плюс 8, 8, 8, то есть это те, которые можно купить на платформе GetGames, давайте даже посмотрим, сколько они стоят, если что, это самое, наверное, прибыльное, то есть те, кто купили эти номера, как только они появились, сейчас могут фиксировать где-то 100, 120, 150 иксов, потому что они стали стоить сейчас невероятно много по сравнению с еще недавним временем. Итак, давайте сейчас наберем GetGames, значит, зайдем на него и посмотрим, сколько стоит. Вот, смотрите, это, собственно, первый по объему торгов, в среднем один номер стоит 172 тона. Вот давайте даже посмотрим, значит, тон к рублю и наберем 172, это 88 тысяч в среднем стоит один номер. Да, можно купить, конечно, дешевле, но это, если что, просто минимальные ставки, это топ ставки, то есть вы за такую цену их не купите, то есть прямо сейчас люди делают ставки, вот, от 74 долларов, вот, 5 часов назад, и, разумеется, за неделю его кто-то перебьет, то есть вот цена флора, это как раз-таки средняя цена, за которую продается, и вот вы ее уже увидели. То есть тут абсолютно спокойно набиваются такие цены, и, соответственно, те, кто купил их когда-то, сейчас имеют невероятные иксы, и вот носители таких номеров будут получать в мейджорсе какие-то топовые бонусы. Вот даже сейчас можно посмотреть, вот, как видите, история операции, вот, купили за 176, 177, 175, 199, то есть люди платят там от 1000 баксов для того, чтобы у них был вот такой номер, поэтому какие уж бонусы им будут предоставлять, я не знаю, но, видимо, какие-то мощные. Так, давайте, следующая фотография, это какое будет применение у токена Мейджорс, и в конце мы поговорим о цене. Здесь они заявляют, что, может быть, их токен можно будет использовать для оплаты внутри приложений и ботов, опять же, если ваш проект пройдет какую-то модерацию. Что сказать? Сейчас довольно легко подключить звезды в любого бота, даже если он не совсем с законным содержанием. Звезды имеются в виду Telegram Stars от Telegram, а это Мейджорс, то есть это, по сути, тоже звезды, но будет в виде токена, и как он будет это реализовывать, пока не совсем понятно, и, видимо, из-за этого листинг так и затянулся, потому что одно дело сказать, что вам будет доступно добавление вашего продукта, а другое дело это сделать, чтобы в мой продукт, условно, вот, Telegram боты, которые у меня есть, ряд, сетка, я туда смогу добавить такой токен, всегда дополнительный какой-то метод оплаты, это прекрасно, если такое будет возможно, ну что ж, я буду очень рад, а если это как-то не получится реализовать, либо прохождение модерации будет для каких-нибудь каналов, для каких-нибудь ботов с аудиторией, там, миллион плюс, и только тг тапплок, то это, конечно, будет печально. Ну и последнее фото, которое мы рассмотрим, это картиночка, которую выложили себе в канал, опять же, разработчики, и там они, можно сказать, намекнули на цену. Итак, смотрим, значит, мы здесь видим, что 1 миллион мейджор, 110 звезд, которые у нас есть, это 300 долларов. Давайте в связи с этим посчитаем, то есть, если это 300 долларов, то 1000 это будет, ну, нужно разделить на 1000, будет, получается, 0,3 доллара, это 1000 звезд, то есть, если вы накопите хотя бы 500 тысяч, давайте умножим на 500, это будет 150 долларов. Ну да, вот, соответственно, 1000 мейджор это, на данный момент, 300 долларов. Но, опять же, это просто картинка, это почти ничего не значит, но и никаких премаркетов сейчас нет, чтобы оценить цену токена. Ну, в целом, это будет адекватно, я думаю, если будет вот такая цена. На деле, скорее всего, она будет, мне кажется, раза в два меньше, но, тем не менее, мне кажется, вот это адекватная цена. Давайте даже посчитаем, вот по такой цене, сколько в день мы можем получать. Смотрите, 5000 за комбо, то есть, за комбо, за вот, мы получаем полтора доллара. Ну, вообще, неплохо, да? Там, в рулетке мы, условно, в среднем 1000 выбиваем, ну, там, когда-то одну, когда-то две, когда-то 500, в среднем 1000. То есть, вот тут 3000 в день, потому что в 24 часах, значит, три раза по 8 часов. То есть, получается, вот давайте здесь заложим 3000, здесь тоже 3000, и здесь можно набивать за одну сессию по полторы. То есть, получается, 4500, давайте 4500 плюс 5000 за комбо, и плюс 6000 за оставшиеся две игры. У нас, получается, 15000 в день, умножаем на 0,3 доллара, это по, значит, ну, да, если на 15 умножить, это почти по 5 долларов в день. То есть, вообще, это как будто звучит неплохо, что вам каждый день дают по 5 баксов, люди, там, в трудовых домах за такие деньги трудятся, за то, что вы просто выполняете раз в 8 часов вот такие несложные задания. Окей, друзья, на этом я с вами прощаюсь, надеюсь, это видео было для вас чем-то полезным, полезно, интересно, вы провели время не просто так. Итак, если вам несложно, то подпишитесь на канал с комбо, обязательно подпишитесь на канал по таплокам, потому что здесь всю инфу я выкладываю намного быстрее, и здесь много интересного контента авторского. LH, нижнее подчеркивание, крипто 1, можете отсканировать QR-код, перейти. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok